друзья вот я решила снять небольшой ролик пришла с огорода тут все будет на фоне вот пушка дружка принесла с огорода вот свои овощи так вот появляется дружок из кустов вот они они оба в кадре но я вам хочу показать вот урожай вот такой замечательный просто я считаю урожай собрала я сегодня вот такие баклажанчики поспели в моем парничке вот просто замечательные баклажанчики вот вы видите их размер по сравнению с моей рукой этот поменьше 45 баклажанов сорвала вот можно уже сделать какую-нибудь закуску к зиме пути солнечки вот такие великолепные я их просто обожаю жареные патиссоны баклажаны вот зеленые мне нравится больше чем желтые они зеленые цукини по сути называются вот и мясо у них как бы по плотнее будет чем у желтых вот не нравится мне короче желтые такие перцы сорвала один геракл вообще просто замечательный перец ну пока зеленый нуте так если вдруг что-то буду готовить и нарвала вот огурчики огурчики уже у нас сходят уже мы их заготовили достаточно о какой огурец огромный я их такие люблю больше я их мою чищу солю просто просто пополам и грызу кстати огурцы являются очень очень хорошим средством таким мочегонным средством друзья если кому это нужно можете с уверенностью кушать огурцы но судя вот по разговорам например у меня на работе очень многие люди стали отекать отекают прям люди жалуются что вот отечность вот такой сорт не очень понравился друзья огурцов они такие длинненькие вот и прям красивенький с таким вот желтеньким каким-то бочком темно-зеленого такого цвета твердые такие тяжеленькие мне очень такой сорт понравился огурцов вот он еще вот сижу тут вот любуюсь своими цветами красиво все там у меня лук оксибишин и мои животные любимые пушок и дружок пушок спит пришел откуда-то весь в репьях не знаю как я его буду вычесывать этого басурманина как я тебя буду пушок вычесывать а весь худой на кого ты похож что тебе дома то не живется все любовь любовь проклятая дружок у нас тоже вот недавно отвязывался ну как отвязывался сережа нечаянно вышел в калитку а он выбежал на улицу на девочку соседку перпугал это вот разве он не напугает таким своим внешним видом такая собака здоровая он же у нас просто огромный опять вот что-то ест вы все время едите дружок все время дружок а ты уже толстый и так хватит есть ладно пока заканчиваю друзья пику вот такую хачапури по-аджарски что-то тут вроде получается у меня так а здесь у меня друзья вот уже расстоялись поднялись ждут своей очереди тоже в духовочку по чапури с сыром не стала я снимать рецепт вот так как у меня пробный вариант вот и тесто я делала как придется просто как умею яйцо молоко подсолнечное масло нервь рафинированная наоборот без запаха вот уже ждет своей очереди часто испекется я эти две сковородки поставлю так вот здесь у меня тоже в сковородке такой ой поднялось уже все все уже пора печь уже вот и краешки разворачиваются куда я завернула сыр сейчас все развернется ну на то оно и пробное пробное вот покажу тогда вам как испеку в готовом виде их какая собачка красивая я снять можно ой какой красивый песик как его зовут девочка ой какая красивая ой какая красавица гуляет с хозяевами она какая породистая ух ты прелесть просто ой какая красивая а сколько же лет уже лет шесть а я в окошко увидела говорю какая собачка красивая бежит снять с фотографировать ой красивая какая ты ой какая ты красивая ой какая ты красивая игрушечная ну пока гуляй друзья ну вот испеклась одна лодочка немножко вот здесь она развернулась вот мой запах конечно пахнет так вся эта сырная штучка очень хорошо пахнет так сейчас попробую отрезать покушать кусочек вот такая она подошла хорошо ой как пахнет пахнет вообще волшебно надо попробовать ну сырный вкус такой сырная булочка друзья выраженный такой сливочный вкус у нее замечательно пойдет сейчас еще те две у меня испекутся тоже покажу вам их да потянуло меня что-то на вытачки хочется научиться как следует выпекать так сейчас я упакую все пакетик они здесь будут мягкие хорошие хранится вот так вот так пакетики друзья и оставлю на столе друзья ну вот и испеклись наши хачапурки я конечно прекрасно знаю что еще пока в горячую кладут масло сливочное масло сливочное и одно яйцо но меня ни за что не заставишь съесть сырое яйцо вот устрицу сырую я с удовольствием съела бы но вот яйцо почему-то я не привыкла я не могу себя заставить кушать сырое яйцо так так в общем я думаю для первого раза очень даже симпатичные получились хачапурки так это вот у меня пока горячая она крайне испеклась вот дно покажу вам какое красивое в общем запекала при температуре 300 градусов 15 минут наверху держала в духовке вот и это это уже остывшая ее вот уже беру она такая конечно тут край края толстенькие более низ тоненький вот такая тоже зажаренная снизу вот такая и вот вот здесь же сыр я завернула краюшки здесь по краям сыр я завернула вот тесто делала просто одно яйцо грамм 200 молока подсолнечное масло рафинированное так и немножко добавила ванилина соль сахар где-то по чайной ложечки это примерный рецепт тесто а начинку я сделала натерла сыр у меня был свой домашний сыр и покупной сыр был сметанковый назывался натерла все смешала натерла немножко туда сливочного масла и разбила одно яйцо все перемешала немножко подсолила добавляла сюда начинку сначала по краям защипнула а потом центр вот это потерла и сверху еще терла сырок вот поэтому у меня вот такие вот брызги здесь сырка ну для дизайна так сказать чтоб красиво было вот видите сырок у меня тут по краям так друзья ну я считаю очень даже неплохие получились если вам понравилось ставьте лайки пробуйте тоже готовить я так сказать всю жизнь с тестом я была на вы поэтому только пока учусь готовить блюда из теста пирожки всякие вот печь именно печь жарить это одно а печь это совсем другое вот пожарить пирожки там с картошкой для меня это было не проблема а вот из печь это кстати края яйцом не смазывала друзья края зажарились сами по себе так хорошо вот ну что завтра будет чем позавтракать и пообедать и можно сказать и поужинать вот таким замечательным хачапури вот домашние вообще за копейки друзья это вот блюдо за копейки у меня получилось там буквально пол сито муки яйцо и 200 грамм молока вот и сыра где-то ну 200 грамм допустим даже вы купите пускаете 200 грамм сыра очень даже неплохо ну все поддержите меня лайком кому понравилось подписывайтесь на мой канал Елена Валерьевна моя жизнь на дзене предпочтительнее там я хотя бы зарабатываю 10-12 рублей за ролик вот подписывайтесь на мой канал на ютубе еще пока работает Елена Валерьевна а я с вами друзья прощаюсь до новых встреч всем пока-пока на моем канале спасибо 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 спасибо